МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через день коммунальные службы устраняют последствия ливня. Мэр Акбулатов несколько раз собирал ответственных на оперативный штаб. Последнее заседание началось буквально час назад. Работы осложняет непрекращающийся дождь. Он идет в Красноярске уже больше 12 часов, и когда закончится, неизвестно. Это пыталась выяснить моя коллега Маргарита Дюбанова. Она сейчас на связи со студией. Рита, какая сейчас погода на улице и есть ли надежда на просвет? Нет, Оля, дождь идет до сих пор и заметно похолодало. Сейчас на улице только 9 градусов выше нуля. Кроме того, МЧС уже разослала предупреждение, что ночью также ожидаются сильные дожди. Ведомство сообщает о возможном подтоплении дорог и частных секторов. А по прогнозу краевого гидрометцентра, в Красноярске ожидаются лишь небольшие и умеренные дожди. И те местами. Также синоптики прогнозируют северо-западный ветер 2,7 метра в секунду, но с порывами до 14 метров. Температура воздуха ночью понизится до 4 градусов выше нуля. Максимальная температура днем составит 19 градусов. Но синоптики снова не обещают сильных осадков, хотя их не обещали и на минувшие сутки, а по факту Красноярск затопило. Да, Оля, накануне никаких оповещений не было. Синоптики обещали лишь умеренный дождь, а это 14 миллиметров осадков. Однако за эту ночь в Красноярске выпало 44 миллиметра, а это почти месячная норма. Вот как это объяснили в гидрометцентре. Сильного дождя мы в городе не прогнозировали, но мы прогнозировали по территории местами сильной дожди. То есть очень сложно предположить, руководствуясь нашими расчетами и разными моделями. То есть для Красноярска такого дождя ни одна модель не давала. Также синоптики утверждают, причина интенсивных осадков – прохождение холодного атмосферного фронта. Он идет волнами, поэтому зависает над какой-то определенной территорией, где и идет интенсивный дождь. У меня все, Оля. Спасибо, Маргарита Дюбанова, с последними новостями от синоптиков и спасателей. Мы продолжаем выпуск. Без света до сих пор часть домов в Покровке, Ветлужанке, Железнодорожном районе и в части микрорайона Взлетка. Это последние данные пресс-службы Красноярской Энерго. Я напомню, из-за ливня сегодня 214 домов остались без электричества. Авария также произошла на подстанции Краевой больницы. Медучреждение тут же запитали от резервной линии, а к полудню аварию устранили. Сейчас в городе сохраняется сложная ситуация. Продолжают работать спасатели и коммунальщики ради безопасности автомобилистов и пешеходов. На два часа раньше включили уличное освещение. В мэрии сообщают, на всех участках дорог восстановлено движение пассажирского транспорта, за исключением улицы Лесопильщиков. Сложно проехать по-прежнему по улице Железнодорожников и на перекрестке улиц 78-й добровольческой бригады и Алексеева. Завтра утром красноярцам рекомендуют уточнять информацию о движении автобусов на сайте Департамента транспорта или по телефону 256-84-00. В данном участке уже открыли все подземные пешеходные переходы. Днем они были капитально затоплены водой. И еще важная информация для пешеходов. На трех участках подходы к Октябрьскому мосту со стороны левого берега, улица Юбилейная 6 и улица 2-я Брянская 8. Там обнаружены провалы грунта. Специалисты уже огородили эти места. Я напомню, с 12 часов дня в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. От обильных осадков пострадали больше 150 домов, 4 школы и 12 детских садов. Красноярец едва не утонул на подземной парковке. Утром в доме на Алексеево 50 он спустился на стоянку за своим автомобилем. Вот что рассказывает мужчина. Лифт спустился в парковку, двери не открылись, начала поступать вода. Вода поступала так быстро, что шахта лифтами наполовину до кнопок наполнилась водой. Вызов не работал. Если бы не жительница нашего дома, было бы все плохо. За несколько минут вода успела дойти мужчине до пояса. Помещение стоянки было залито практически до потолка. А все из-за того, считают жильцы, что отвода воды от дома нет, а он находится в низине. Сейчас коммунальщики выкачивают жидкость одним единственным насосом. Его мощности, говорят люди, не хватает. И подвал смогут осушить в лучшем случае через несколько дней. Между тем, именно в подвале сосредоточены все коммуникации. Поэтому сейчас дом полностью отключен от водоснабжения и электроэнергии. Управляющая компания как-то пытается что-то откачать, но один небольшой насосик, и все это происходит крайне медленно. То есть сегодня за весь день откачивания практически ничего не изменилось. Соответственно, такими темпами, но по всей видимости, дом будет находиться и без электроэнергии, и без воды несколько суток. Кроме того, вода подмыла и фасад дома, которому, к слову, еще нет и года. На брусчатку возле подъездов вставать опасно, и жители теперь боятся, что стены могут разрушиться. А вот как от воды спасались жители частных домов и автомобилисты сегодня, расскажет Елизавета Курочкина. Здоровенный был огород, вот геогенчик и садил своими руками, полол все делал. Вон колышки торчат, это помидоры, все, их уж мы уже не поймаем. Все, кабачки, все, что было, нажито непосильным трудом. Все, что нажито непосильным трудом, теперь как древние артефакты под водой. И никакие из этих подводных даров природы теперь в пищу не пойдут. Следом за огородом стихия подобралась и к дому. Его затопило практически по самую крышу, рассказывает Павел, хозяин дома. Вот видишь, какая дверь, надей козырек, да? Вода не дошла до козырька 300 миллиметров, потому что я ходил. Дома кошка осталась, я даже не могу ее спасти, но надеюсь, она у меня живая, собаку спас, а вот кошку не успел спасти. Все, были дома, пошел дождь, все, все быстро, все стремительно, хлесь. Я скажу, 24 минуты, и все, и полный был огород воды. 24 минуты сполна хватило и на то, чтобы затопить несколько городских улиц. По оценкам коммунальщиков, всего вода поглотила 44 участка. Улица Ладокец-Кавелли сегодня принимает настоящую регату. Регату из автомобилей и автобусов. Все хотят как можно быстрее выбраться из этой огромной лужи. Вот только не достигают своей цели и несколько заглотших автомобилей прямо здесь стоят уже несколько минут. Начал ехать там, воды много, видать, капанул, и все, еще встречка пошла. Дверь открываю, мне в салон вода забежала, все. Я заехал в лужу, заглох, и на залива двигатель сейчас в салоне вода. Сильнее всего потоп прошелся по железнодорожному району, что в принципе традиционно. Район находится в низине. Традиционными стали и десятки машин, заглохшие на улице железнодорожников. И недоступны из-за дождевого потока пешеходные переходы. Там через переход пешеходный перейти сложно. Вот видите, какая там лужа стоит. Поэтому очень сложно. И смотрю, куда, в какую сторону мне пойти, чтобы перейти. А вброд? Ну, извините. Поехали спокойненько. Машина заглохла, мы испугались. Помогли? Хорошо помогли, но, видимо, сейчас придется куда-то звонить. Наверное, в МЧС, что ли, чтобы нас, или в эвакуатор машину, чтобы нам. Это сейчас куда? Машина не на ходу? Нет. Железнодорожниковки, схавели, шумятского партизана. Название улиц разный, диагноз везде один. Это отметили все горожане, создав целую хронику великого Красноярского потопа. В интернете они выкладывали ролики с разных точек города. Например, вот наблюдение пассажира автобуса. Ой, классно, вода пошла. Прямо в автобусе водичка. Что говорить, если глохнут автобусы? Что говорить, глохнут не только автобусы и машины. Сегодня заглох весь город. Из-за того, что всего лишь за ночь осадков выпала почти месячная норма, в затопленном Красноярске ввели режим чрезвычайной ситуации. Сколько он продержится, неизвестно. Говорят, как только все последствия стихии будут ликвидированы, его снимут. Явно речь идет об откачке воды с улиц и о восстановлении работы электроподстанции. Но, так скажем, внутренняя сторона этого потопа восстанавливаться будет куда дольше. Это люди, у которых в квартирах теперь испорчены потолки и стены, или кто за несколько минут ливня потерял урожай, который взращивал несколько месяцев. Елизавета Курочкина, Виктория Лопатайте, Владимир Антонов, Александр Тропин. Новости ДВК. В дорожном потопе многие автовладельцы потеряли свои автомобильные номера. Водители целый день ищут свои госзнаки там, где проезжали, и оставляют обращения в социальных сетях с просьбой помочь. Сотрудники госавтоинспекции говорят, если не удалось самим найти номер, его необходимо в кратчайшие сроки восстановить. Мы рекомендуем автовладельцу, который потерял свой госномер, прежде всего изучить интернет-сети, посмотреть разнообразные автомобильные сообщества. Если шансов на нахождение номера все-таки не остается, то мы рекомендуем найти адреса фирм, которые изготавливают, либо реконструируют госномер, прийти с документами, подтверждающими право собственности, и заново восстановить потерянный госномер. Поискать свой номер можно и в социальной сети ВКонтакте, там в группе ЧП «Красноярск» уже создано отдельное обсуждение водителей с такой проблемой. С 11 утра красноярцы сообщают о найденных и потерянных номерах. К этому часу в теме насчитывается более полутысячи комментариев. На фотографиях видно, как с одного участка дороги люди собирают по 5-10 госзнаков. Через полторы минуты в новостях ТВК от шуток до экстрима, видео и фоток факты красноярского потопа в социальных сетях. Через 14 минут расскажем, как добиться возмещения ущерба, если ваше имущество пострадало по вине коммунальных служб. Оставайтесь с нами. Природа из природы, она непредсказуема. Так, чиновники сегодня объяснили причины ввода в красноярский режим чрезвычайной ситуации. Давайте послушаем. Вчера также проходило одно заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. По крайней мере, синоптики уверенно не сказали о том, что да, значит, такое большое количество осадков будет, значит, выпадет, одним словом. Но природа есть природа, да, иной раз и наоборот. Говорят, осадки и тепло, и так далее. Но вместе с тем, то количество осадков, которое выпало буквально за несколько часов, конечно, это говорит о том, что в городе необходимо вводить чрезвычайную ситуацию. Многих опроста, и красноярцы наблюдают ее уже не в первый раз. Усиленная работа начинается после ЧП. Коммунальщики откачивают воду с улиц, ремонтируют провалы, убирают грязь. А вот жители затопленного города уверены, чтобы чрезвычайную ситуацию не устранять, нужно ее заранее предупреждать. И дело совсем не в прогнозе погоды, а в комплексной работе по благоустройству дорог, которая, по мнению горожан, не ведется. Давайте послушаем, что по поводу последствий сегодняшней стихии говорили наши зрители в эфире вечернего выпуска новостей. Виноваты это коммунальные службы. Ливневки все забиты. Небольшой дождь у нас уже трагедия. Раньше неделями шли дожди, и все было нормально. Сейчас все, потопы у нас, даже вот небольшой дождь пройдет. Посмотрите, какая паника. Это же лето, дожди. Так что это все виноваты коммунальные службы. Ничего не чистятся, ничего у нас не делается на дорогах. Люди не виноваты. И урожай показывают пропалы. И все вот именно, все прямо до половины домов залило. Ну как они, вот у нас нет таких домов, у нас такие пятиэтажки. Их, конечно, людей жалко. Люди не виноваты в этом. У нас сегодня до сих пор черпают воду на пятом этаже. Вплоть до третьего этажа нас залило. Даже комнаты. Мы обратились в 5-40 в аварийную службу, но до сих пор никаких не принятых. Затопило нас в десятый этаж, десятый и девятый, восьмой. Текло из вентиляции, по розеткам. Дозвониться не могли вообще, да, вообще ни до каких. Шесть тонн мусора достали сегодня из ливневой канализации. Такая цифра появилась сегодня в социальных сетях. В администрации этот факт пока не подтвердили. Потоп – главная тема в социальных сетях. Красноярцы выкладывали на своих страницах фото и видео огромных луж. Кое-где героями становились не просто затонувшие автомобили, а люди, плавающие в бурных потоках воды. Виктория Лопатайте изучала посты красноярцев. Ей слово. Меня поразили смелые красноярцы, которые могут посмеяться в лицо непогоде. Так, например, на 78-й добровольческой бригаде сегодня окупался мужчина. Уровень воды, очевидно, был достаточный, судя по тому, что рядом стоят автомобили, практически полностью затонувшие. И видно по, собственно, самому мужчине, по его одежде, что этот заплыв был, в принципе, спонтанный. Он к нему не готовился, потому что нырнул, можно сказать, в чем был. А вот другой красноярец устроил целый спектакль на железнодорожников. Он надел жилет, взял весло, доску и отправился вплавь по дороге. Ну, точнее, тому, что от нее осталось после дождя. Как долго мужчина покорял лужу, неизвестно. Но, судя по тому, что творится и сейчас на железнодорожниках, в принципе, он мог добраться чуть ли не до Озерной. Поводом для шуток стал и потоп на Карла Маркса. Люди в социальных сетях разместили вот такую картинку, фото, где затоплена полностью улица, и специально поместили туда корабль, больше похожий на Нойв Ковчег, с ироничной подписью «Следующая остановка Перенсона». Красноярцы в комментариях отшутились, что такое средство передвижения нам точно понадобится, учитывая, что сегодня происходило в самих автобусах. Я предлагаю послушать небольшой фрагмент самого пассажира. Ой, классно, вода пошла. Прямо в автобусе водичка. Что говорить, если глохнут автобусы? Глохнут сегодня не только автобусы, но и личные автомобили. Их, наверное, даже больше. Только 22 автомобиля вытянули из огромных луж сотрудники ГИБДД. Помогали друг другу и сами автомобилисты. И вот, например, это видео с Куйбышева, 79. Спасали друг друга люди и на железнодорожников. И вот, к примеру, вот этот автомобиль вы видите. Местные жители говорят, что он стоял там, можно сказать, с самого начала потопа. Полностью его затопили. Затопила вода. Но и позже, как сообщили жители улицы железнодорожников, его просто оттащили чуть подальше, чтобы полностью он не скрылся в луже. Но я напомню, что сегодня было еще множество перекрытий на дорогах из-за вот таких ливней. И это, например, партизаны Железняка и улица Октябрьская. Причина вот этого перекрытия каких-то внушительных размеров гейзер. Ну, чуть позже, уже часам к трем, движение здесь открыли. И пострадали только владельцы соседних магазинов. Пешеходам сегодня тоже было нелегко. Например, вот это видео снова с железнодорожников. На видео слышно отчетливо, как кричат эти девушки, которые пытаются перейти дорогу. Просто потому, что больше там негде переходить. И в самом начале ролика вода им даже чуть ли не по пояс. Но и есть еще вот такое трогательное видео. Его снял очевидец на улице Республики. Просто вышел человек погулять с собакой, а гулять оказалось негде. Потому что затопило не только проезжую часть, но и прилегающие дворы, и парки. И, собственно, действительно печальная картина. Потому что куда не пойдешь, везде огромные лужи. И автомобили поднимают волны. Все они разбиваются о заборчики. Но можно сказать, что хотя бы вот такая польза от заборчиков есть. Будут в центре и в других местах принимать на себя удары волн. Водитель автобуса на Октябрьском мосту не справился с управлением из-за мокрой дороги. Пазик развернула и отбросила на припаркованный легковой автомобиль. В ГИБДД поясняют, что в аварии пострадавших нет. Ждали по два часа, а то и больше красноярцы жалуются на работу местных такси. Сегодня утром извозчики увеличили стоимость за поездку в три раза. В приложениях высвечивали сумму по 400 и 500 рублей. Но даже раскошелившись, уехать было нельзя. Машину дождаться практически невозможно. Через три минуты в новостях ТВК пять этажей насквозь. Из-за неоконченного ремонта крыш вода затопила квартиры красноярцев. Через 10 минут обойствия стихии в Крыму, где сошел мощный селевой поток. Мы продолжаем выпуск. Больше всего сегодня не повезло жильцам домов, где проводили капитальный ремонт крыш. Из-за снятой кровли затопило все этажи с первого по пятый. Подробности в репортаже Ильи Керпса. Позвонили соседи, сказали, что поток, посмотрите, у вас нет ни воды. Я зашла, у нас все здесь в воде. Все полностью в воде, стены в воде. С той стороны тоже капало, но сейчас продолжают капать, соответственно. Жильцы дома 80 на судостроительной и не думали, что утром придется выливать воду даже из микроволновки. По стенам квартир с пятого по первый этаж до сих пор бежит вода. А натяжные потолки провисли настолько, что вскоре могут лопнуть под тяжестью воды. Здесь у нас залило, все залило буквально. Вот как началось, только ремонт сделали. Весь потолок, сейчас обои начнут отходить. Вот они, видите, посмотрите, какие обои. Из розеток прямо. Из розеток прямо. Ручьем. Это самое, ручьем. И ручьем все. Мы теперь боимся даже к стене притрубиться. Бьются током не только стены, но и люди в недопонимании, почему рабочие ушли на выходные и не накрыли крышу брезентом. 78-го года, как сдали дом, ремонт здесь не проводили. Теперь, когда прошел сильный дождь, ремонтировать придется уже не только крышу, но и квартиры. Ой, рабочие приехали, как вам сказать, где-то время полдесятого было утра. Мы звонили и 05, и в аварийку, и ничего, и начальника. Ну вот сосед как говорил, что уже как бы так, что с горюм пополам. Дали номер телефона. Ну а что толку, слышите, видите, что еще до сих пор все капает. Жильцы 7 часов дежурили с тазами и ведрами, а рабочие так и не приехали. А подрядчик уверяет, это страховой случай, и проблему решат в ближайшее время. Мы уже тоже выезжаем, просто не в городе находимся, сейчас добираемся, там уже все, видите, все, видите, все там. Сегодня мы обойдем по всем квартирам, фотографируем все это дело. Как вообще у нас есть, на такие случаи страхуется каждый объект. Вы через дежурную часть передайте экстренную службу, чтобы тонуть. Я на первом этаже живу, я утонула. А это уже крики утопающих на ВАЗО-16. С четырех ночи жильцы дома обрывали все номера коммунальных служб. Но дозвониться так и не удалось. Здесь картина аналогичная. Все квартиры насквозь промокли, а в подъезде через крышу, которую ремонтируют, идет дождь. Прошлое воскресенье нас начало топить в зале, мы сделали ремонт. Я звоню в управляющую компанию, они меня все утро шпуняли. Я думаю, ладно, бог с ним, не такое глобальное, не такое затопление, ладно, дороже себе будет. А сегодня, вот в полшестого, мы проснулись от того, что у нас все льется. Капитальный ремонт крыши на ВАЗО-16 подрядчик должен был завершить еще в 20-х числах июля. Но то ли денег не хватило, то ли рабочей силы, что теперь трем рабочим приходится убирать последствия стихии на крыше. Однако, очевидно, ремонт затянулся, но уже для 88 квартир этого дома. Подрядчик по этому адресу уже согласился встретиться с жильцами и обсудить сумму ущерба. Всего же по городу оказались затопленными десятки домов из разных районов города. У кого-то бежало с потолка, где-то можно было наблюдать водопады прямо в подъезде. И даже залиты счетчики электроэнергии. Стихия явно разгулялась настолько, что устранять все эти последствия придется не один день. Илья Керпс, Александр Тропин, Новости ТВК. Сегодня власти пообещали материальную помощь владельцам затопленных квартир. В зависимости от размера ущерба людям должны выплатить от 20 до 50 тысяч рублей. Как получить компенсацию за испорченный ремонт в квартире? Как покрыть убытки, связанные с восстановлением утопленного автомобиля? На эти и другие вопросы сегодня в вечернем выпуске новостей ТВК в 20.00 ответил юрист Александр Бакин. Что в первую очередь нужно делать жителям, чьи квартиры подтопило от ливневых дождей? Если мы говорим про квартиры и их подтопило, во-первых, зафиксировать факт затопления. То есть это обратиться в управляющую компанию либо ТСЖ для составления акта о затоплении. Если, скажем так, данные службы игнорируют, то прибегнуть к помощи соседей, фото-видео фиксации и самостоятельно зафиксировать этот акт. После чего пригласить оценочную компанию, то есть специалистов, которая может оценить данный ущерб и составить с помощью данных специалистов сумму ущерба определить. Власти пообещали компенсацию. А если сумма хозяев не устраивает? Естественно, единственным арбитром по определению суммы и размера компенсации это у нас суд. Соответственно, необходимо будет подготовить все необходимые документы для подачи искового заявления в суд. И в судебном порядке уже доказывать и саму сумму, и сам факт события этого, скажем так, обстоятельства. Как правильно оформить происшествие на дорогах, чтобы можно было рассчитывать на возмещение убытков? Согласно, опять же, правилу дорожного движения, если у нас произошел ДТП, а данные случаи относятся тоже к ДТП, необходимо, во-первых, остановить транспортное средство, то есть оставаться на месте ДТП. После чего, опять же, согласно правилу дорожного движения, вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать факт ДТП. ДТП, где потом, значит, будет отмечено, что произошло именно в таком-то адресе, такая-то ситуация. После чего также в оценочную компанию, но так как это транспортное средство, прежде чем в оценочную компанию, необходимо будет обратиться еще и в специализированный сервисный центр. Именно специализированный, то есть центр, который имеет лицензию, чтобы дали заключение о том повреждении, которое произошло. То есть это там, например, двигатель стукнул, либо еще какой-то, ну, гидроудар так называемый, либо какие-то еще проблемы там с проводкой произошли. И после этого уже, исходя из заключения специалиста о самом повреждении, можно будет обращаться в оценочную компанию. Влияет ли как-то на возмещение ущерба объявленный режим ЧС? Каждую ситуацию индивидуально надо рассматривать. Если гражданин умышленно начал действовать в период, когда уже имелись предупреждения в СМИ, и намеренно, скажем, водитель видит, что большая лужа и намеренно в нее едет и получает какую-то проблему, то, естественно, здесь эту оценку будет давать суд. Но, как правило, необходимо понимать, что мы также несем, как граждане, как пользователь, например, дорог, да, водитель, несет определенную ответственность. Поэтому в каждом индивидуальном случае надо будет рассматривать это все индивидуально и конкретно. Стихия разгулялась не только в Красноярске, в Крыму также произошло накануне ЧП. Селевой поток смыл около двух сотен домов и десятки машин. Как сообщает РИА Новости, из людей никто серьезно не пострадал. Накануне вечером уже восстановили электроснабжение. Отмечу, что в зоне бедствия также оказались виноградники. Наибольший урон нанесен посадкам Шардоне, Кукур, Чауш-Магарачский, Мускат-Янтарный. По оперативной информации агрослужбы пострадали как минимум 80 гектаров виноградников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова